Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 В этом вопросе два мнения. Первое мнение какое? Первое мнение то, что он не может забрать этот товар. Почему? Потому что этот товар уже не его товар в полноценном виде, потому что осталась от него лишь часть, а часть уже что? Ушла куда-то пропала, уничтожилась, потерялась и тому подобное. Ясно, использовал Ибн Хазам на это свое мнение реваят от пророка того же хадиса Абу-Уррера у имама муслима, в котором сказано, если у муфлиса, в данном случае у муадима, у банкрота, кредиторы нашли свое имущество, и это имущество не является раздробленным, отсюда они поняли, то есть имущество до сих пор в его полноценном виде, то тогда продавщик, продавец имеет больше прав на это имущество. Отсюда понимается, что если имущество найденное, раздроблено, в его неполноценном виде, в этом случае уже продавец не имеет прав больше на это имущество, чем остальные. Понятно пока все теперь? Далее. Теперь второе мнение в этом вопросе, это мнение имама Малика, а также аль-Шафия, а также аль-Руза, а также аль-Анбари, и ла анна ла ульфасх, ва рудю бима бақия, то что в этом случае продавец может аннулировать сделку и забрать то, что осталось из товара. А остатки товара, которые он забрать не смог, так как их уже нет, на остатки, он говорит, уже не претендует, но ждет расплаты за остатки вместе с остальными кредиторами. То есть смотри, я продал этому человеку, который стал потом дальнейшим банкротом компьютер, который стоит 20 тысяч, например, рублей, и он состоит, допустим, из пяти частей, одна часть стоит 3 тысячи, другая стоит тысячу, третья стоит 10 тысяч, четвертая стоит 4 тысячи и так далее, так до 20. И, говорит, несколько элементов утеряны. Допустим, стоимостью в 7 тысяч утеряна. Стоимость компьютера в 13 тысяч осталась. Второе мнение, говорят, забирает этот компьютер, а остальные 7 тысяч, на сумму которой компьютер или часть компьютера утеряна, что делает этот кредитор или этот продавец? Уже не может требовать в первоочередном порядке от этого банкрота эти 7 тысяч. Но соединяется как бы с остальными кредиторами в том, что все ждут. Или он с ними становится равным относительно этих 7 тысяч. Понятно или нет? Это второе мнение в этом вопросе. Видишь, относительно оставшегося товара, которого уже нет. Он, говорит, не имеет первоочередного права на деньги от него, но становится вместе с Гурама, тот-таки Гурама. Гарим это кредитор, тот, который требует своего долга. Усва. То есть, такими же, как он. Такими же, как, точнее, они. Сказали, а почему он имеет право на часть этого товара? Сказали, потому что это его собственный товар. Но просто здесь он что сделан? Убавлен. Не в полноценном виде. А то, что он убавился, или некоторые его элементы не имеются, не значит, говорит, что этот товар не его. Все равно он подпадает под хадис Абу Урэль. А имама Ахмада, или от имама Ахмада приходит мнение, что если человек продавал ему две вещи, или одну вещь, которая состоит из двух частей, то он может забрать одну часть, та, которая есть, а вторая часть, которую нет, забрать, соответственно, не может. Так, это второе мнение в этом вопросе. И это же мнение говорит, выбрал Аш-Шаукани в своей книге Ас-Сейд Аль-Джаррар. И указал на то, что есть разница между понятием недостаточный товар и между понятием раздробленный товар. Но это более правильное мнение в этом вопросе, это мнение второе. Мнение имама Малика, а также Аш-Шаукани. То, что человек забирает остатки своего имущества, которые он нашел, то, что имеется, а то, что не имеется, становится равным в правах вместе с остальными кредиторами. И вот эти оставшиеся в нашем примере 7 тысяч, он уже не может требовать в первоочередном порядке, но требуют со всеми вместе. Так же, как они требуют от него какие-то деньги, он тоже начинает эти 7 тысяч требовать от него, но в порядке, как он не первоочередном, вместе с ними. Своили или нет? Здесь, брат, вот эти вопросы, которые мы будем рассматривать, наш вот этот вопрос, а также все следующие. Разногласия будет исходить, исходя из чего? Разногласия, то, что называется, ихтилактуляфхам, разногласия к пониманию. Кто как понимает хадис Абу-Гурэр? Кто-то считает, что ситуация подпадает под хадис Абу-Гурэр, а кто-то считает, что не подпадает под хадис Абу-Гурэр. Видишь, пророк Сава-Лау-Лаусарм что сказал? Если кредитор нашел свое собственное имущество в его виде, айнабали, то есть его собственное имущество, то он на него имеет больше прав. Вот теперь люди разногласия. Допустим, недостаточный товар. Читается ли товаром этим же самым, который он ему продал, или не считается? В данном случае Шахмама Цинхизанга считается, потому что это его товар, он его продал, он выпустил его из своих рук в пользу этого покупателя, который на данный момент стал банкротом. А то, что часть его убавилась, это, говорит, не вредит. Понятно ли, нет, это не вредит, товар все равно остается называющимся этим же самым товаром и подпадает под хадис Абу-Гурэр, а значит кредитор больше имеет на него прав, чем остальные. То же самое, в таком же ключе будет проходить следующий вопрос. Следующий вопрос Опять, имеет ли кредитор больше прав на имущество, которое он нашел у кредитора, точнее у банкрота, если это имущество осталось само, то есть товар, он есть, но какой-то из его качеств отсутствует. Чем отличается от первого вопроса? В первом вопросе не отсутствовало качество. Качество каковым было, таковым осталось. Но часть товара была отсутствующей. Во втором, вот в этом вопросе, товар присутствует весь. Но какое-то его описание, какое-то его качество, что сделало, испортилось или ушло. Говорит, Как, например, раб. Был продан раб, сильный, крепкий. Теперь, когда кредитор пришел забирать долг, смотрит, этот же самый раб есть. Но этот раб стал каким? Слабым. Ослабел. Или заболел. И так далее. Говорит, Или одежда, которая истрепалась, или стала какой-то старенькой уже. То есть, пришел человек, говорит, о, вот эта вот одежда, я ему ее продавал. Вот эти вот 10, допустим, чего дубленок, это я ему продавал. Хочу их забрать. Но смотрит, они уже что, выцветшие, например, или испортившиеся, частичные и так далее. То есть, какое-то качество у них ушло. Как в этом случае быть? Говорит, целая группа ученых в этом вопросе указывает на то, что в данном случае продавец, то есть кредитор, который требует долга, долгов своих у этого банкрота, имеет право выбора. То, что он может забрать это свое имущество, которое он нашел, но не может требовать неустойки за потерю некоторых качеств этого товара. Или второй его выбор, не забирая своего товара, но требует долгов от кого? От вот этого банкрота, вместе с остальными кредиторами, наряду в одинаковом праве. Это первое мнение в этом вопросе. Аймам Ашалкани сказал, да, это мнение является правильным, но он, вместе с тем, что забирает свой товар, еще может требовать у банкрота неустойку за потерю одного из качеств этого товара. Говорит шахмам Ашалкани в данном случае является более верным, и одному Аллаху лучше известно. Верное мнение, брат, в этом вопросе мнение Ашалкани. Значит, с чем оно заключается? Смотри, ты пришел, увидел те 10 дубленок, которые ты когда-то продал, но в них потерялось какое-то свойство. Либо было испорчено частично молью, или выцвело на солнце, или, допустим, какие-то части этого товара оказались в худшем виде, чем они были, и тому подобное. Какое правильное мнение в данном случае? Может он претендовать в первоочередном праве на эти дубленки, допустим, на этот товар, который он когда-то продавал? Поговорим, да, может. Он может забрать свой товар, и при этом может требовать у покупателя неустойки за тот недостаток, который оказался в этом товаре. Но подпишите у себя, что вот этот вот недостаток, точнее вот эта вот неустойка, уже кредитор не требует ее в первоочередном праве, но требует ее вместе с остальными кредиторами. В том смысле, что требует же он уже от него денег, не товар же требует. То есть, чем этот банкрот в данном случае будет возмещать неустойку за недостаток товара? Деньгами будет возмещать. Здесь уже кредитор, вот этот вот первый, не имеет больше прав на эти деньги, чем все остальные. Но неустойку он будет требовать вместе с остальными кредиторами в одном ряду. Без первоочередного права. Это не шала тоже понятно. А как они оценивают эту неустойку? Оценивают, смотрят, сколько товар стоит, если бы он был в полноценных качествах, и сколько он стоит в неполноценных качествах. И потом вот эту вот сумму, разницу, он уже требует в качестве неустойки. Ясно? Далее. Следующий вопрос. Если банкрот вот этот вот, когда-либо купил у продавца масло, но затем перемешал его с другим маслом, или купил у него, например, пшеницу и перемешал ее с другой пшеницей, в этом случае может ли продавец, то есть кредитор, требовать от этого банкрота, то есть свое масло, которое тот уже перемешал с другим маслом, или пшеницы, которую тот перемешал с другой пшеницей? Говорите, в этом вопросе говорит несколько мнений. Первое мнение. Право возврата кредитор теряет. Потому что если его масло было перемешано с другим маслом, то это уже не его имущество. То есть неправильно сказать, что он нашел свое имущество у кого-то банкрота. Это мнение ханбаритов. Понятно или нет? Он что имеет право делать, этот кредитор в данном случае? Он имеет право требовать деньги за то масло, которое он когда-то ему продал. Но эти деньги он уже не будет требовать по первоочередному праву. Но будет вместе с остальными кредиторами эти деньги требовать. Почему говорит? Потому что то масло, которое он нашел, это уже не его масло. Оно перемешалось с маслом другим. Остальное второе мнение в этом вопросе. Кала Шафия. Это мнение Мама Шафии. Ин халатау би мисли аудунагу. Лам яскут хаккур руджо. Если масло было перемешано таким же маслом по качеству или таким же маслом по названию. Подсолнечным с подсолнечным и так далее. Или худшего качества. Лам яскут хаккур руджо. То право кредитора забрать это масло не теряется. А если тот, то есть банкрот, когда-то перемешал купленное масло с другим маслом, которое лучше по качеству, чем купленное, тогда, говорит, у Ашафии есть в этом вопросе два мнения. Что он может забрать свое имущество, а второе мнение, что не может. А имам Малик в этом случае сказал, может забрать свое масло. Культу говорит шиххамут иль-Нахизар, мнение ханбалитов в этом случае является более близким к истине. Из-за хадиса Абу-Гурайда. Почему? В хадисе Абу-Гурайда сказано, тот, который найдет свое собственное имущество, то есть в своем собственном виде, тот может забрать его. И обладает на это право больше, чем остальные. В данном случае он свое имущество нашел или нет? Нашел свое имущество, но перемешанное с другими вещами. Это уже другое имущество. Нельзя назвать его полноценным его имуществом. Поэтому забрать он его не может, но может требовать деньги за то масло, которое он когда-то ему продал вместе с остальными кредиторами. Далее. Говорит, если банкрот купил когда-то товар у вот этого вот продавца, но потом с этим товаром произвел определенные действия. Так что этот товар поменял название. Как, например, он купил у него зерна, а затем посеял эти зерна. И эти зерна стали уже чем? Колосьями. То есть посевом. А вот когда-то купил у этого продавца дерево или какие-то доски и превратил их в дверь. И тому подобное. То есть может ли кредитор притискать, вот эта вот дверь из тех досок, которые я ему когда-то продал. Я забираю эту дверь. Или не может такого сделать. Говорит, Ханбалиты, говорит, читают, а это также одно из мнений имама Шафии, то, что в данном случае право на возврат теряется. Потому что это уже не то имущество, которое он ему продавал. Говорит, а имам Шафии во втором мнении считает, что это право не теряется. И по-прежнему кредитор имеет право забрать это имущество. Даже если оно уже изменено и поменяло название. Здесь должно быть одна буквата лишняя. И платит этому банкроту, как бы доплачивать ему за работу. Но первое мнение является более верным из-за хадиса главы от Абу Грэля. Значит, имам Шафии какую аргументацию привел? Говорит, если человек когда-то продал другому доски, потом пришел, смотрит, из этих досок уже сделаны двери. Говорит, он может забрать эти двери, потому что они сделаны из его досок. Но должен заплатить кому? Должен заплатить банкроту вот этому, который произвел эти действия, из досок сделал дверь. Должен заплатить за работу. И забирать свои двери. Мы говорим, это не является правильным. Почему? Потому что выходит за рамки хадиса Абу Грэля. Пророк, саллиллаху ассаляму, отдал первоочередное право кредитора только в том случае, если он найдет свое право, а свое, точнее, товар или свое имущество в его виде, в котором он есть. В данном случае он уже не в его виде. Более того, не просто не в его виде, но изменилось его название. Этот товар стал совсем другим товаром. Далее. Следующий вопрос. Если человек купил одежду, затем покрасил ее. Купил какую-то одежду, затем совершил над ней, опять-таки, работу. Какую работу? Окрасил эту одежду, допустим, в какой-то цвет, а затем обокротился. То есть в этом случае может ли кредитор сказать, о, вот эта вот та одежда, которую я тебе когда-то продавал, просто почему-то она другого цвета, и забрать эту одежду или не может. Говорит, целая группа ученых считает, что в этом случае кредитор имеет право забрать эту одежду, которую он нашел у банкрота. Потому что само это имущество является таковым, которым он его продавал. И его имя не поменялось. Говорит, то есть если бы он продал ему, допустим, ткань, а потом пришел и увидел, что из этой ткани уже сшиты платья или рубашки и тому подобное, в этом случае мог бы забрать или нет? Нет, потому что здесь уже банкрот вот этот вот провел работу над этой тканью, и так, что поменялось название. Была ткань, стала одеждой. А в данном случае, ведь как была одежда, так и осталась. Просто что поменялось определенное качество этой одежды. Так же, как помните, недавно разбирали вопрос, если он пришел, и уменьшилось качество. Раб был крепкий, стал слабый, допустим. И какие еще примеры приводили? Говорили, или, допустим, животное было полноценным, жирным, стало каким? Так же слабым. Или одежда, но она отвечала, говорили. А здесь, наоборот, то есть прибавилось, можно сказать, сифа, добавилось чуть-чуть. Лучше стало одежды, чем он его продавал. Говорит, говорит, и при этом муфлис, банкрот, становится соучастником продавца, относительно той суммы, которую продавец должен заплатить этому банкроту за добавку в качестве. Если это украшение одежды, то есть разукрашивание этой одежды, добавило цену к этой одежде. Сейчас это читаем, разъясним. А если же наоборот, то, что он покрасил эту одежду, наоборот, убавило цену этой одежды, то в данном случае продавцу дается выбор, то есть кредитору дается выбор, что он может забрать эту одежду и не может требовать у банкрота неустойки. Либо, говорит, не забирает эту одежду, но требует денег за ту одежду, которую он продавал вместе с остальными кредиторами. Правильное мнение в этом вопросе следующее. Правильное мнение будет мнение, опять-таки, имама Шаукани, так же, как мы приводили его ранее. То, что если человек нашел свою одежду, которая была окрашена банкротом в другой цвет, то, говорим, во-первых, кредитор имеет право больше, чем остальные, забрать эту одежду. Почему? Потому, что он ее нашел и это его товар. Тот же самый, неизменившийся, в том смысле, что его название не изменилось, осталось таковым, каковым оно было. Поэтому он имеет право больше на эту рубашку или на эту одежду и тому подобное. Правильное мнение. Но как быть вот с этим вот окрашиванием? Мы говорим, если человек банкрот окрасил эту одежду так, что окрашивание одежды добавило в цене к этому товару, к этой одежде, то в этом случае кредитор должен заплатить кому? Должен заплатить банкроту определенную сумму денег. Ту сумму денег, насколько увеличилась цена этих рубах или этой одежды за счет окрашивания. Если же наоборот окрашивание цену убавило, рыночную цену товара убавило, тогда в этом случае кредитор имеет право забрать свои рубашки, вот эту вот свою одежду окрашенную И требовать от банкрота неустойку за понижение цены этого товара. Но эту неустойку он будет получать не по первоочередному праву, а опять-таки вместе с остальными кредиторами. Потому что это уже не его товар, и он не имеет на него первоочередное право. Но это деньги за товар. Так же, как все остальные кредиторы требуют своих денег, и он тоже будет требовать вот этой вот неустойки, то есть своих денег, вместе с ними, без первоочередного права. Усвоили ли они? А может что делать? Может вообще этот товар не забирать и просто требовать от банкрота выполнения сделки и требовать от него расплаты за этот товар полностью или настолько, насколько у банкрота имеется денег. Дальше, следующий вопрос. Говорит, целая группа ханболитов считает, что добавка, то есть неотделимая добавка к товару, нарушая право кредитору забрать этот товар в первоочередном праве. Потому что, говорит, этот товар увеличился в качествах тогда, когда находился в руках у банкрота, то есть когда находился в его владении. Поэтому, говорят, это уже не его товар, который он продал, потому что он продал другой товар, продавал маленький товар, он стал уже каким? Большим. Поэтому он не может его, говорит, забрать. Это первое мнение в этом вопросе. Мнение группы ханболитов. Второе мнение в этом вопросе, а это мнение имама Малика, а также о шафии у Ахмад Фириуая. Имама Махмада в одном из руках от него. Илля анна зияда аль муттасила ла тамнау хаккар рулью. То, что неотделимая добавка к проданному некогда товару не лишает права кредитора забрать этот товар. Илля анна маликан юхайир аль гурама бэйна аль юртугу астаман. Но, говорит, вот этот вот кредитор дает право выбора другим кредиторам, говорит, можете заплатить мне сумму за тот товар, который я продавал. То есть за того теленка, который я продавал, можете мне эту сумму заплатить, а потом мы эту большую корову продадим, продадим. И оставшиеся деньги, как бы добавленные, вы уже разделите между собой. То есть я могу не забирать эту корову у вас, потому что я не продавал корову, продавал теленка. Понятно или нет? Но я даю вам право выбора. Вы можете скинуться, грубо говоря, мне заплатить за того теленка, который я продавал, сумму этого теленка, а потом эту корову продать, и там уже больше денег будет или меньше? Больше денег. Допустим, теленок стоит 10, а корова стоит 25. То есть оставшиеся 15 тысяч плюс к 10 уже разделите между собой. Говорит, ау юмаккину у меня сфера. Или говорит, дайте мне возможность забрать этот товар. Уахтар аш-шалкани кауд аш-шафи. Имам аш-шалкани, говорит, выбрал мнение имама аш-шафи. То есть вот это вот второе мнение. Уахтар аш-шалкани сказал, что если действительно произошло серьезное увеличение товара в качествах, тогда, говорит, муфлис, банкрот, имеет право требовать у кредитора денег за ту добавку, которая произошла относительно этого товара, тогда, когда товар находился в его владении. Нам это мнение. Значит, что у нас получилось в итоге? Человек продал, например, теленка. Пришел, забирает своего теленка, оказалось, что это уже не теленок, а корова. Или продал автомобиль. Пришел, смотрит, колеса, допустим, уже поменяли, колеса стали лучше, например. Или какие-то неотделимые вещи от товара. Так? Неотделимые вещи от этого автомобиля. Были произведены относительно него. Так, может он забирать этот товар или не может он забирать? Говорим правильное мнение, что он может забрать этот товар, но должен заплатить банкроту неустойку. То есть имеется в виду добавку, которая произошла к этому товару. Например, теленок стоил 10 тысяч, в данном случае это корова, которая стоит 25 тысяч. В данном случае кредитор забирает эту корову, но выплачивает разницу в сумме банкроту. Вот эти 15 тысяч он выплачивает банкроту. А потом банкроты эти деньги уже забираются, и что делится между кредиторами остальными. Далее, теперь следующий вопрос. Вопрос. А если добавка относительно товара произошла отделимая? В прошлом вопросе какая была добавка? Неотделимая. То есть теленок был маленький, стал большой коровой. Здесь ты не можешь отделить теленка, забрать теленка, а остаток оставить в виде коровы. То есть добавка какая? Монтастыля неотделимая. А теперь другой вопрос. Если добавка относительно товара произошла, но она является отделимой. Как самара, как например плоды. То есть если человек продал другому дерево. Пришел забирать дерево, смотрит, а оно уже полное плодов. Что делать с плодами? Или имеет ли он право забрать это дерево или нет? В данном случае. А уволят. Или ребенок продал рабыню, приходит забирать рабыню, а у него уже есть ребенок. Еще один раб появился на свет, грубо говоря. Или продал какое-то животное. Животное. Это животное родило. Родило, допустим, корова родила теленка. Что делать с теленком? Говорит вот кастер. Или кастер. То есть раб был, продал человек другому раба, потом пришел забирать этого раба, а раб является кем уже? Раб заработал определенную сумму денег. Ходил в работу, заработал денег или приобрел какое-то сам имущество, пока работал. Что делать с этим вот имуществом отделимым? Говорит. Во-первых, ученые упомянули о том, что отделимая добавка, которая произошла относительно товара, не мешает кредитору в первоочередном порядке забрать этот товар. Имеется в виду без добавки. Так или нет? То есть что мне мешает, допустим, забрать ту корову, которую я тебе продал, даже если она родила? То есть корова как была коровой, так и осталась корова. Это мой товар, который я тебе продавал. Говорит. Но ученые далее разногласили, а кому остается добавка? Вот этот плод рожденный, кому остается? Или вот эти плоды, которые на дереве, которые я тебе продал, кому они остаются? Говорит. На два мнения. На какие два мнения? Первый скажет, что остается банкроту, второй скажет, что остается кредитору, соответственно. А на первое мнение. То, что добавка остается банкроту. И это мнение. Целая группа ханбалитов. И это мнение имама Шафии. И выбрало это мнение также ибнухудама. Лянна Азадов и Мельки. Сказали, почему? Потому что добавка к этому товару произошла тогда, когда этот товар находился во владении банкрота. Во владении должника. Остальное и второе мнение в этом вопросе. Анназиада лильбаях. То, что добавка также переходит кому? К кредитору. К продавцу этого товара. Забираю я и свою корову, и еще то, что она родила. Потому что, говорят, эта корова родилась, а точнее этот теленок родился от моей коровы. Так, соответственно, она принадлежит, или этот теленок тоже принадлежит мне. И это мнение мама Малика и Ахмада в одном из ревятцев от него. Вабалдин ханабили. И мнение некоторых ханбалитов. Сказали, потому что это ответвление, которое должно следовать за основой. Теленок следует за кем? За своей матерью, за коровой, когда-то, которую я тебе продал. И правильным является мнение первое. Какое мнение первое? О том, что отделимая добавка к товару остается у кого? У банкрота. Почему, брат? Потому что эта добавка произошла относительно товара тогда, когда этот товар был во владении банкрота. Во владении должника. И кто нес боман за этот товар? Боман за него нес вот этот вот должник. Правильно или нет? Если бы эта корова скончалась, допустим. Кто бы отвечал за эту корову? Отвечал бы продавец или отвечал бы вот этот вот должник, в данном случае банкрот? Он бы отвечал должник. Так? Он бы все равно должен был заплатить продавцу деньги за товар. Он же не мог бы сказать, брат, вот ту корову, которую я тебе купил два месяца со срочкой платежа. Я тебе сейчас за нее деньги платить не буду. Почему? Потому что она скончалась у меня. Так, это твои проблемы, то, что у тебя скончалось. Ты мне все равно должен заплатить деньги. Это о чем говорит? То, что эта корова, пока она находилась у должника, была под чьим доманом, под чьей ответственностью? Под ответственностью вот этого должника. А как мы говорили, прибыль получает с товара тот, под чьей ответственностью этот товар находится. Помните, мы это правило разбирали в начале китабульбуева. И ты, как кредитор, не имеешь права забирать эту добавку отделенную. Почему? Потому что она произошла тогда, когда этот товар не был в твоем владении, и ты за него ответственность не нес. А пророк, салаллаху ва салам, запретил зарабатывать и получать прибыль за то, или от того, относительно чего ты не несешь ответственности. Понятно, этот вопрос, иншалалеки, в нем еще усложивание. Далее. Следующий вопрос. Говорит, если человек продал другому землю, потом этот человек, которому была продана земля, посеял на ней что-то, точнее, посадил на ней деревья, или построил какие-то постройки, а затем папа крутился. Кредитор приходит, смотрит его земля. Может ли он забрать свою землю вместе с тем, что на ней уже есть постройки, или есть на ней деревья, или не может. Говорит, если муфлис, то есть банкрот, договорится с остальными кредиторами о том, что он удаляет свои постройки и свои деревья, тогда в этом случае останется только земля, и она уже будет принадлежать кому? Вот этому кредитору. Он может ее забрать в качестве первоочередного права. А если же муфлис, то есть кредитор, а точнее, кто банкрот, не хочет убирать свои деревья с этой земли, или свои постройки, или на это не согласны остальные кредиторы, то более правильное мнение, что кредитор в данном случае не имеет права забирать эту землю. Потому что это не просто земля. Это земля, на которой появились дополнительные предметы. Деревья и что? И постройки. Это похоже на какой вопрос? Когда человек продал товар, а потом этот товар что сделал? Увеличился в цене. Увеличился в цене. Как мы говорили, продал теленка, а оказалось, кто? Корова. Но в этом случае он что имеет право сделать? Он, говорит, имеет первоочередное право на покупку этих деревьев и на покупку этих построек. Помните, относительно коровы мы так сказали или нет? Продал теленка, пришел, а это уже корова. Мы сказали, что он может ее забрать, но должен что сделать? Он должен банкроту заплатить дополнительные деньги за то, что этот теленок уже превратился в корову. Говорим, если теленок стоит 15 тысяч, а корова стоит 25, он должен доплатить ему 15. И может забрать эту корову в первоочередном праве. То же самое здесь. Земля голая была, но теперь она уже не голая. На ней есть деревья или есть постройки. В этом случае, опять-таки, мы говорим, этот кредитор имеет право забрать землю, но с условием, что он заплатит кому? Муфлису, вот этому банкроту за эти деревья или за эти постройки. То есть он не может, не имеет права требовать удалять постройки и удалять деревья. Почему? Потому что это ценные вещи. Правильно или нет? То есть ценный товар. Поэтому если он согласен на это, согласен на покупку этих деревьев или построек, тогда он может заплатить эти деньги за эти деревья и постройки и забрать землю. Вместе с этими деревьями и постройками. Если он на это не согласен, тогда он не имеет права возвращаться к этой земле и эту землю забирать. Потому что это неотделимые добавки к этой земле, которые имеются на ней. Но он требует у этого кредитора, точнее у этого банкрота, деньги за свою землю вместе с остальными кредиторами. Так же как они требуют, он так же вне первоочередного права требует. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Если человек, кредитор, который пришел к банкроту, нашел свое имущество, но это имущество уже было продано этим банкротом кому-то другому. Просто этот другой еще не забрал это имущество. Или маргона, или это имущество находится под правом залога. То есть является залоговым предметом. Понятно или нет? То есть смотри, я продал тебе компьютер. Затем ты, покупатель мой, который купил этот компьютер у меня со срочкой платежа. Забрал он мне этот компьютер и уже продал его другому человеку. Но этот другой еще не успел этот компьютер забрать. Я пришел к тебе требовать у меня, у тебя долги, так как ты стал банкротом. Говорю, о, вот мой компьютер. Я хочу его забрать. Ты говоришь, подожди, этот компьютер это уже не твой и не мой. Я уже его успел продать. А почему у тебя лежит тот, купивший у меня этот компьютер, еще не успел его забрать? Ясно или нет? То есть у кого он купил компьютер в данном случае? Компьютер в данном случае уже принадлежит не мне, как продавцу, и не тебе, как банкроту, а третьему лицу. Этот компьютер был продан банкротом третьему лицу. Или я пришел, нашел свой компьютер и говорю, я хочу его забрать. А ты, банкрот, говоришь, нет, этот компьютер находится в залоге. Я вот такого-то брал в долг и оставил твой компьютер ему в залог. Вопрос, имею ли я право кредитор, как кредитор, первоочередное, на то, чтобы забрать этот компьютер. Или уже не имею такого права. Говорит, ла якуну лильбая ахаккубия. Ла якуну лильбая ахаккубия. А в данном случае продавец, то есть я, кредитор, не имею первоочередного права на этот товар. Ла якуну лильбая ахаккубия. Ла якуну лильбая ахаккубия. Потому что, говорит, если этот товар уже продан, но просто купивший этот товар еще не успел его забрать, то это уже не мое имущество и не имущество банкрота. Говорит, видишь, оно не принадлежит ни мне, как кредитору, ни банкроту. Потому что банкрот его уже продал третьему лицу. Говорит, но этот товар уже стал владением третьего постороннего лица. А если же этот товар находится в залоге у кого-либо, то тоже относительно этого товара есть что? Право. У кого залогодержателя? То есть залогодержатель имеет первочердное право на этот товар. Потому что он дал деньги в долг кому? Этому банкроту. За счет того, что этот залог остался у него, этот компьютер остался у него в качестве залога. Говорит, а также потому, что эта ситуация не подпадает под хадисом Богу. Нельзя сказать, что кредитор нашел этот товар у обанкротившегося. В хадисе как пришло? Если кредитор нашел товар у обанкротившегося, свой собственный товар, тогда он имеет на него право больше. Да, он нашел свой собственный товар, но не нашел его у банкрота. Почему? Потому что этот товар хоть физически лежит у банкрота, но он на самом деле уже не принадлежит банкроту. Нельзя сказать, что он у банкрота. Понятно? Он у третьего лица, которому этот товар продан, или он у третьего лица, у которого находятся джалуги и так далее. Говорит, этот товар уже считается не у банкрота, а у другого человека. Сказал Ибн Кудама, мы не знаем в этом разногласия. Посмотри, брат, как из небольшого хадиса берется множество постановлений. Каждая его фраза играет роль в хадисе. Тот, который нашел свой товар у муфлиса. Да, нашел свой товар, но уже не у муфлиса, не у банкрота. Забрать можешь? Нет, не можешь. Почему не подпадаешь под хадис Абу Хурей? Говорит, культу говорит Шибхаммад Ибн Хизар, в данном вопросе противоречил Ибн Хазам, и сказал, что кредитор имеет больше прав на этот товар, чем залогодержатель. У Атаби Ауа Шаукани, и за ним последовало Шаукани, из-за хадиса, который в голове. И это мнение не является правильным. Почему? Потому что в данном случае этот товар уже не находится у банкрота, но считается в постановлении находящимся у кого? Находящимся в качестве залогового предмета у залогодержателя. Понятно, значит, в этих обоих случаях кредитор не имеет первоочередного права на этот товар. Далее. Следующий вопрос. Если долг залогодержателя меньше, чем сам залог. Здесь что имеется в виду, брат, под этим вопросом? Имеется в виду то, что я, как кредитор, дал тебе в долг денег. Дал тебе в долг денег и забрал у тебя в качестве залога определенный предмет. Допустим, тот же самый наш компьютер. Забрал у тебя в качестве залога. Затем ты обанкротился. Я пришел к тебе и хочу забрать у тебя вот этот вот залоговый предмет. Можно ли сказать, что я, как кредитор, имею прав на залоговый предмет больше, чем остальные кредиторы? Это имеется в виду в данном вопросе. То есть остальные кредиторы говорят, о, компьютер, давайте его продадим, разделим деньги нам всем. Я говорю, нет, этот компьютер принадлежит мне, так как я кто? Залогодержатель. Этот компьютер был отдан мне в качестве залога за тот долг, который я отдал. В этом случае, говорит, да, кредитор имеет прав больше на этот залоговый предмет, чем все остальные. Почему? Потому что именно этот залоговый предмет представляет собой, в каком физическом выражении его долг, его денежный долг. Понятно? Я тебе отдал деньги, а ты мне как бы его пока заместил, чем залоговым предметом. Смотри, говорит, если долг залогодержателя меньше, чем цена самого залогового предмета, тогда весь этот залоговый предмет продается. В данном случае залогодержатель забирает свой долг полностью, говорит, а все, что останется от суммы, она переходит всем остальным кредиторам. Как это понять? Смотри, я дал тебе в долг, допустим, 20 тысяч, забрал у тебя компьютер, который стоит сколько? Который стоит 30 тысяч единиц определенных. Так этот компьютер находится у меня в залоге. Мы теперь пришли, все требуют свои деньги. Я говорю, отдай мне долг. Ты говоришь, нет, денег нет. Я говорю, хорошо, тогда я забираю этот залоговый предмет. Другие кредиторы говорят, почему ты его забираешь? Давай его продадим, залоговый предмет, и деньги разделим между всеми нами. Я говорю, нет, пророк, в хадисе Абу-Гурей рассказал, тот, который нашел свой товар, в своем виде, больше на него прав имеет. А этот товар, это не что иное, как физическое представление того долга денежного, который я тебе давал. Потому что ты, как должник, вот этот банкрот, почему дал мне этот товар, как бы замена за этот долг, физическая замена за денежный долг? Понятно или нет? В этом случае, говорит, мы смотрим, что с этим залоговым предметом. Говорит, если этот залоговый предмет стоит дороже, чем тот долг, который я тебе отдавал, то мы этот залоговый предмет продаем, продаем за 30 тысяч, а я тебе дал долг сколько? 20 тысяч. Я, говорит, забираю, как кредитор, свои 20 тысяч, а остальные 10 тысяч. Что с ними мы делаем? Делится среди остальных кредиторов. Я уже на них большего права не имею. Почему? Потому что мой долг 20 тысяч, который я тебе давал. Понятно? Вот здесь вот фраза Езакана Дейну Муртагин, если долг залогодержателя не имеется ввиду, что залогодержатель не взял в долг. Нет, имеет в виду залогодержатель дал в долг. Под Муртагин, под залогодержателем, здесь имеется ввиду кредитор, Сахибу Дейн, не имеет ввиду должник. Говорит дальше. Уэнби аабалбугу, фастаухал Муртагин хатпоу. Смотри. А если залог, или точнее залоговый предмет был продан лишь частично, допустим, залоговый предмет состоит из частей, самостоятельных. Мы продали, допустим, две трети предмета, треть осталась. Предмет стоит сколько? Тридцать тысяч. А я давал тебе в долг только двадцать тысяч. Мы продали две трети, я свои двадцать тысяч получил, а остальная часть залога осталась в таком виде? В виде физического предмета, не в виде денег. Тогда что с ними делать? Говорит, я осталась часть залогового предмета, то я, говорит, как кредитор, имею ли больше прав на этот остаток залогового предмета, чем остальные кредиторы? Или я также претендую на этот остаток предмета вместе со всеми кредиторами на равных правах? Кто-то может сказать, при чем здесь ты? Ты же уже свои двадцать тысяч получил? Мы говорим, да, я свои двадцать тысяч получил, но этот человек должен мне, должен мне еще каких-либо денег. Не относительно этого залогового предмета, а по другим параметрам. Понятно или нет? Я тебе продал еще товары, допустим, ты мне не расплатился за них. Могу ли сказать, что вот этот остаток от залогового предмета, я, как залогодержатель бывший этого предмета, имею на него прав больше, чем все остальные кредиторы? Мы говорили, если касается денег, то нет. Мы продали весь залоговый предмет, как в первой ситуации. Ситуация А, грубо говоря. Я свои двадцать тысяч забрал, остальные десять тысяч делятся между кредиторами, что называется, в порядке очереди. Без того, что я имею первоочередное право перед теми. Но теперь другая ситуация. Если мы продали не весь залоговый предмет, и часть физического залогового предмета до сих пор осталась, имею ли я право, как кредитор, больше прав, чем остальные, на этот залоговый предмет, так как я был его держателем? Говорит, 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 этот вопрос мы уже рассматривали. В каком вопросе? Когда говорили, если кредитор пришел и нашел часть своего имущества? Не все имущество, а лишь его часть. Этот вопрос мы рассматривали или нет? В самом начале сегодняшнего дня рассматривали. То мы говорили, имеет ли право кредитор больше прав хотя бы на часть этого предмета, чем остальные? Что мы сказали, какому выводу пришли? Имеют или нет? Помните, мы говорили, я продавал тебе компьютер, пришел, весь, всего компьютер уже нет, остался только монитор и процессор. Все остальное куда-то делалось, распродано или пропало, или исчезло и тому подобное. Мы говорили, я имею право больше на этот монитор и на этот процессор, чем все остальные. Говорили, да, имеешь право. То же самое здесь. То же самое здесь. На остаток этого залогового предмета я имею право больше, чем остальные, потому что я нашел свой товар или свой залоговый предмет в таком виде, в котором он есть. Далее следующий вопрос. Имеющим прав больше на этот товар, чем все остальные кредиторы. Как это понять? Смотри, я продал тебе компьютер со срочкой платежа. Ты мне деньги за него еще не заплатил. Затем ты взял этот компьютер, забрал у меня и продал какому-то другому человеку. Потом этот компьютер каким-то путем обратно к тебе перешел. Допустим, ты продал его своему брату, этот брат скончался, этот компьютер вернулся тебе в качестве наследства. Или ты продал этот компьютер твоему брату, этот брат обратно тебе его потом продал. Или ты продал этот компьютер твоему брату, потом этот брат вернул его тебе в качестве дефектного товара. Или по каким-то параметрам или факторам произошел разрыв вашей сделки. И этот компьютер обратно вернулся к тебе. То есть вопрос какой? Тот товар, который я тебе продал, ты уже его выпустил из своего владения. Выпустил из своих рук. Продал или подарил другому человеку. Но потом этот товар обратно вернулся к тебе. Потом я пришел к тебе просить свои деньги за этот товар, за который ты еще не расплатился. Я смотрю, этот товар у тебя. Говорю, я его забираю. Ты говоришь, подожди, подожди. Этот товар, да, он у меня. Но этот товар уже был вышедшим из моих рук. Он вернулся ко мне за новые деньги. Допустим, я его продал кому-то, потом обратно этот товар купил за новые деньги. Это уже не твой товар. Не тот товар, который я покупал у тебя. Этот товар, он же самый, но купленный уже у другого человека. Понятно? Теперь вопрос. Я как кредитор, первый продавец этой вещи. Имею больше прав на эту вещь, чем все остальные кредиторы или нет? Вот это вот вопрос. Говорит Фиадил Масалати Салазату Ахуаль. В этом вопросе три мнения. Аль-Ауэль, первое мнение. Аль-Ауэль, то, что первый продавец, то есть я в данном примере, больше имею прав на эту вещь, чем другие. Ля-Ну-Оджеда Матау Би Айни. Потому что он нашел свою вещь у обогротившегося человека в его виде. Фа-Яшмалю у хадис-арба. Поэтому он подпадает под хадис главы. Уа-Каулю Ба'л-Ханабила, уа-Ба'л-Шафи'и. Это мнение некоторых ханбалитов и некоторых шафи'итов. Первое мнение понятно или нет? А следующее, второе мнение. Лей-Салил Маликал Ауэль Ар-Ружьо. Нет. Первый владелец товара не имеет больше прав на этот товар, чем остальные кредиторы. Ля-Ну-Кад Маликал Инсанун Ахар. Потому что этот товар уже побывал во владении третьего постороннего лица. Сумма Раджа Айля Муфлис Миналь Маликал Ахар. И потом вернулся к этому банкроту уже по другому пути. Через другого владельца этого товара. Понятно или нет? То есть смотри, брат, представь, я тебе продал компьютер, затем ты продал его кому? Допустим, Ахмаду. Тоже со срочкой платежа. И у меня купил с чем? Со срочкой платежа. Теперь мы оба вернулись. И Ахмад вернулся, и я вернулся. Кто больше прав имеет на этот товар? Скажем, Ахмад имеет больше прав на этот товар, чем я. Почему? Потому что он уже продан кому? Вот этому банкроту, этим Ахмадом. Ахмад ему его продал. Ситуация ясна. Я продал тебе компьютер. Ты продал его Ахмаду. Забрал свои деньги. Потом Ахмад обратно тебе продал этот компьютер со срочкой платежа. По каким-то причинам. Допустим, оказались нужны деньги. Или не понравился товар, обратно тебе его продал. Теперь мы вернулись к тебе. Ты мне денег не заплатил. И Ахмаду денег не заплатил за этот товар. Кто будет, что называется, больше прав иметь на этот товар? Я или Ахмад? В данном случае говорим Ахмад. Потому что Ахмад его последний продавец. Как он у тебя оказался? Так? Через Ахмада он у тебя оказался. Как? Товар Ахмада, а не как мой товар уже. Ясно или нет? Брат, почему? Потому что товар может быть продан пятью продажами, десятью продажами. Правильно или нет? Будет ходить из рук в руки. Один его продал, потом второй продал третьему, третий продал четвертому. Здесь же не пойдет такое, что первый самый продавец больше прав имеет на этот товар. Просто потому что с ним не расплатили за него. А как же другие продавцы? Правильно или нет? они же тоже этот товар продали со срочкой платежа и тому подобное. Поэтому приверцы второго мнения говорят, нет, первый продавец не имеет больше прав на этот товар, чем все остальные кредиторы. Потому что хоть он его и продал, и хоть это и его товар, но в данном случае это уже не его товар. Почему? Потому что он оказался у банкрота через других людей уже. Он уже его выпускал из своего владения и обратно брал своего владения по другой дороге. Понятно или нет? Говорит у Ковлю Балды Шафирье, и это мнение некоторых шафиитов и ханбалитов, у Азайрух Яра Шаукани Фисейль. И это мнение, которое выбрало Шаукани в своей книге Саилу Дяррат. Остались и третье мнение Ираада Бисаба Бинджадид. Смотри, если товар вернулся в банкроту по новой причине, когда я, как например, он обратно купил этот товар у Ахмада, а у Ирс, или по наследству ему остался, а у Асия, или по завещанию ему остался, тогда первый продавец не имеет больше прав на этот товар, чем все остальные. Как мы сказали, потому что этот товар уже не его товар. Он оказался да, у твоего банкрота, но через уже других людей, через права других людей. Говорит, А если же он вернулся обратно к банкроту посредством разрыва сделки, с Ахмадом, допустим, просто, говорит, как, например, вернулся как возвращение по дефекту или возвращение как направо по раздумью, сейчас мы это разъясним, тогда первый продавец имеет право больше на этот товар, чем остальные. Говорит, Хуаховры Балдат Ханабили. Это мнение некоторых ханболитов. Третье мнение ясное или нет? Смотри, третье мнение какое? Я продал тебе компьютер. Ты этот компьютер затем продал Ахмаду. Затем продал Ахмаду. Потом этот Ахмад обратно тебе этот компьютер продал или подарил, или Ахмад скончался от компьютера, вернулся тебе по наследству, или он умирал, написал завещание, что я компьютер обратно отдаю этому человеку, дарю и тому подобное. Так, по завещанию. Тогда, говорит, я как первый продавец, как кредитор, уже не имею права больше на этот компьютер, чем другие кредиторы. Почему? Потому что этот товар уже оказался в руках банкрота по другой линии, через других людей, как владение других людей. Он у него его купил сам. Или получил в подарок, или получил качество наследствия, или получил качество завещания и так далее. Ясно или нет? Но, говорит, другой вопрос, если вот этот компьютер, который ты продал Ахмаду, обратно вернулся к тебе в качестве разрыва сделки с Ахмадом. Ты продал компьютер Ахмаду, но этот Ахмад вернул тебе этот товар. Сказал, подожди, он дефектный, забери его, мне этот товар не нужен, отдай мне обратно мои деньги, например. И оказался этот компьютер обратно у тебя. Или вернул его по раздумьям. Когда Ахмад у тебя этот компьютер покупал, говорил, дай мне 3 дня на раздумье. Если мне не понравилось, я его верну. И действительно, Ахмаду не понравилось, он его тебе вернул. В этом случае, говорят, приверенцы от третьего мнения, я как первый кредитор, как первый продавец, уже больше имею прав на это имущество. Почему? Потому что ты не выпускал на самом деле этот товар из своего владения. Да, ты его продал, но он вернулся к тебе по айбу, по разрыву сделки. Понятно ли? То есть, как будто бы этой сделки не было. Или вернулся тебе в качестве раздумья. То есть, когда ты его продал и человек 3 дня взял на раздумье, он вышел полностью из своего владения или нет? Нет, полностью не вышел из своего владения. Ты еще все еще обладаешь какими-то что? Связями с этим товаром. В этом случае, говорит, первый кредитор имеет больше прав на этот товар. Потому что не считается, что он вернулся к банкроту по какой-то другой линии. Но просто он вернулся в качестве возврата товара из-за дефекта или из-за чего-либо подобного. Говорит Шейх Хамат и Бхизам более правильное мнение мнение первое из-за общности хадиса. Потом Шейх Хамат и Бхизам сам же на уроке поменял свое мнение и взял мнение какое? Третье. О том, что если этот товар вернулся обратно этому банкроту по пути самостоятельному, как если этот банкрот обратно этот товар купил или получил его в подарок от второго покупателя или в качестве наследства или в качестве завещания и тому подобное, тогда все. Первый кредитор не имеет больше прав на этот товар, чем остальные кредиторы. Но если он к нему вернулся не по самостоятельному пути, а просто вернулся к банкроту в качестве разрыва сделки и тому подобное, тогда, говорит, первый кредитор имеет больше прав на этот товар, чем остальные. Этот вопрос, иншалай, ясен. И последний вопрос на сегодня. В данном случае продавец имеет ли больше прав на эту часть товара или больше прав на нее имеет кто? Шарик. То есть второй соучастник этой земли. Смотри, ситуация была такая. Я, как продавец, обладаю только половиной дома. А половина дома принадлежит моему соучастнику, моему сотоварищу. Я предложил ему эту половину дома. Он отказался. Сказал, нет, я не буду эту половину дома покупать, продавая эту половину дома другому человеку. Я эту половину дома продал, должнику, то есть моему в данном случае, продал человеку, который мне не расплатился еще. Деньги сказал с отрочкой платежа. Потом на этого моего покупателя был наложен арест. На его имущество имеется в виду. Теперь вопрос. Могу ли я забрать обратно свою половину дома вот эту? Или первоочередное право на эту половину дома имеет мой соучастник? Понятно или нет? Вот это вот ситуация. Еще раз. Мы с моим соучастником обладаем одним домом на двоих. Он пол дома имеет, я пол дома имею. Я решил свою половину дома продать. Понимаете, мы слушаем. Предложил его, как оно полагается, своему соучастнику, своему товарищу. Говорю, купи у меня эту половину дома, она мне больше не нужна. Он говорит, нет, у меня денег нет, я не буду покупать и тому подобное, продаю ее другому человеку. Я выставил на продажу. Пришел третий, говорит, я куплю у тебя эту половину дома. Но с чем? Со срочкой платежа. Пока денег нет, потом я тебе расплачусь через полгода. Хорошо. Я продал ее этому третьему человеку, вот эту свою половину дома. И полгода сижу теперь, денег от тебя жду. Как от третьего покупать? От третьего человека уже получается. Потом прихожу к тебе через полгода, говорю, давай мне мои деньги. Он говорит, нет, у меня денег нет, расплатиться с тобой. Я иду к суде и говорю, судья, наложи на него арест, потому что он взял у меня мою полдома, мою долю дома от этого, так и не заплатил мне денег. Судья приходит, накладывает на тебя арест, теперь я прихожу как кредитор. Я кредитор теперь или нет? Кредитор. И говорю, о, вот эта вот половина дома моя, это мое имущество. Как если бы я нашел свой компьютер, я имею право больше на компьютер или нет у тебя? Имею. То же самое я здесь нашел, только уже не компьютер нашел, а вот эту свою половину дома нашел такая, как она есть. Я говорю, давай я у тебя ее заберу в качестве долга. Я имею первоочередное право перед остальными кредиторами. Теперь приходит мой соучастник и говорит, подожди, я имею право больше на эту половину дома, я теперь ее хочу купить. Я говорю, я же тебе уже ее предлагал, ты ее не купил. Ну да, тогда у меня денег не было, а сейчас у меня деньги появились. Я хочу перекупить ее у кого? У банкрота. Хочу перекупить эту половину дома у банкрота. Вопрос, кто имеет право больше на эту половину дома? Я, как кредитор, за который, за полдома, за который мне деньги еще не заплатил ты, должник. Или мой соучастник имеет больше прав на эту полдома, на эту половину дома? Вот это вот вопрос. Говорит Фига Ахуал. В этом вопросе несколько мнений, четыре мнения. То, что я, как продавец, имею право больше на эту половину дома. Из-за общности хадиса. Почему из-за общности хадиса? Потому что в хадисе Абу-Урэре пришло, что кредитор, если нашел свой товар в его собственном виде у банкрота, то он на него имеет право больше. Так произошло или нет? Так произошло. К тому же, говорит, что в данном случае вот этот вот банкрот, он же не продает мне этот дом, половину дома. То есть, теперь, брат, у нас и классно же какая получилась. Вот этот банкрот, он на самом деле теперь пока владелец дома по документам. Я же ему его продал, с отрочкой платежа. Кто владелец дома? Он. Получается, вот этот вот мой бывший сотоварищ по дому, теперь его сотоварищ по дому. Понятно? Он пришел и говорит, подожди, подожди, банкрот. Ты почему продаешь твою половину дома, не предложив ее мне? Ты сначала мне предложи, если я тебе заплачу, то ты не имеешь права ее другому продавать. Если только я откажусь, тогда продавай обратно этому кредитору, отдавай ее обратно твоему кредитору. Понятно ли мне ситуация, какая получилась? Теперь примерцы первого мнения говорят, нет, здесь ли соучастник этого банкрота по дому, мой бывший соучастник, не имеет прав требовать эту половину дома у банкрота. Почему? Потому что когда я, как кредитор, требую эту половину дома, мы не заключаем отдельную сделку. То есть банкрот мне не продает эту половину дома обратно, так, чтобы он должен был при продаже сначала тебе предложить, соучастнику. Понятно ли нет? Но мы просто разрываем нашу сделку. Мы просто разрываем нашу сделку продажи, которую мы заключили полгода назад. И эта половина дома просто возвращается ко мне. Не в качестве покупки, я уже ее не покупаю, а просто забираю за долги, то что называется. Поэтому в данном случае банкрот не обязан предлагать владельцу второй половины дома эту половину дома. Говорит далее. Ассани, второе мнение в этом вопросе, ашшафио, ахаккубе, лянну и шарику. В данном случае, говорит, соучастник этого банкрота по дому имеет первоочередное право на покупку этого дома. Потому что он соучастник. Банкрот не имеет права продавать этот дом без того, чтобы предложить кому? Без того, чтобы предложить своему соучастнику. Это мнение правильно или нет? Кто скажет? Это мнение не является правильным. Почему? Потому что банкрот этот дом не продает, он его не выставляет на продажу. Но он просто возвращает его за долги первому продавцу, кредитору возвращает. Не называется новой продажей. Поэтому в данном случае соучастник не имеет больше прав на эту половину дома, чем кредитор. Говорит. И пришло в этой хадисе то, что соучастник больше имеет прав на покупку. И это мнение некоторых ханбалитов и шафиитов. Тогда действительно соучастник имеет больше прав на покупку, если товар продается. Но в данном случае эта половина дома не продается. Она просто возвращается кредитору за то, что банкрот не смог расплатиться с кредитором по сделке продажи. А салит теперь третье мнение. Илла талаба ашшафи'а фауаха. Ваилла фаальбайу ахак. Говорят, если соучастник потребует свое право, то он имеет прав больше. А если он не потребует своего права, тогда больше прав имеет продавец первый, то есть кредитор. И это мнение некоторых ханбалитов. Это мнение тоже является каким? Подобным второму. Какая разница? Так, естественно, что если соучастник не будет требовать своего права, то какой смысл с ним вообще разговаривать? Естественно, что он вернется к кому? К кредитору. И арабе, четвертое мнение. И ахуду ашшафи'а. У альбае ахапку бессаман. Четвертое мнение, что этот дом забирает шафи'а. То есть соучастник. То есть соучастник дома покупает этот дом у кого? У банкрота. По первоочередному праву. Но деньги он должен, говорит, кому отдать? Не банкроту, а кому кредитору. Вот это четвертое мнение ясно или нет? Смотри, еще раз его объясним. Теперь мы с тобой спорим. Я кредитор и соучастник банкрота. Мы спорим вдвоем. Кто больше прав имеет на эту половину дома? Четвертое мнение, приверженность его, что говорят? Имеет на него больше прав соучастник этого дома. Так как он шарик, соучастник банкрота по дому. Он, говорит, имеет право на покупку этого, этой половины дома у банкрота больше, чем кредитор. Но, говорит, если он купит у банкрота деньги, эти деньги не будут разделены вместе между всеми кредиторами одинаково. Нет, но на эти деньги имеет прав больше кто кредитор. Это мнение, мы говорим, также не является верным. Почему? Потому что кредитор, по хадису, имеет больше прав на сам товар, а не на деньги от товара. Помните, сколько мы разбирали только что в различных предыдущих вопросах, то, что если товар уже продан, то это не считается, что он нашел свой товар у кого, у банкрота. Нет, здесь он не нашел товара, нашел деньги, а деньги равны они. На право, или что, в праве на деньги все кредиторы равны. Понятно? Поэтому это мнение также не является верным. Говорит, Ли-я-джма' бен-ал-хактейн. Говорит, четвертое мнение, почему такое, высказали, приветствую четвертое мнение, для того, чтобы собрать между двумя правами. То есть, чтобы и соучастника по дому не обидеть, и чтобы кредитора тоже не обидеть. Сказали, Машаллах, все будут довольными. И это мнение шафиитов. И в данном случае, первое мнение является более правильным, и одному Аллаху лучше известно. Кто имеет прав больше на эту половину дома? Кредитор, продавец в данном случае, да. А соучастник больше прав на этот дом не имеет. Почему, брат? Потому что он уже в первый раз отказался от соучастия в этом доме. Я же, когда продавал дом, ему же предлагал. Он же отказался или нет, отказался. Потом я уже продал этому будущему банкроту, то, что называется. Поэтому прав больше имею я, как кредитор в данном случае. Так, субханатуллаху, алиханде, кашадан, لا, Иллих, Иллих, Иллих. Спасибо. 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 Спасибо.